Привет, с вами Джамбо Макс и сегодня я хочу поговорить о дальнейшем развитии подписки Xbox Game Pass. Сразу скажу, что это не официальная информация, а лишь мое мнение, подкрепленное наблюдениями, примерами, тенденциями, ну а также сравнениями, поэтому относитесь к этому видосу как к одному из версий будущих событий. Перед началом видеоролика не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ну а также писать свое мнение на этот счет. И да, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где идет розыгрыш на новый Saints Row, ссылка будет в закрепленном комментарии. И давайте начнем. Все вы прекрасно знакомы с подпиской Xbox Game Pass, которая является самым главным преимуществом консоли Xbox. Она содержит в себе кучу игр, как и старых, так и новых, и самое крутое в ней предложение, это то, что в нее попадают абсолютно все игры от Xbox Game Studio с даты релиза. На самом деле, с этой подпиской мало кто может конкурировать, поскольку для игрока она действительно выглядит очень заманчиво. Во что же тебе поиграть, поскольку, опять же, перед тобой огромный список игр, который каждый месяц еще и обновляется. Напомню, что подписка появилась с года 2017, и честно говоря, она навела немало шуму, поскольку каких-то аналогов практически не было. И как ни крутите, подписка является действительно выгодным предложением. Еще к тому же, ее можно приобретать еще дешевле при помощи официального буста по правилам конвертации один к одному. Конечно, стоит еще упомянуть, что в различных регионах подписку можно взять еще дешевле, и если вдруг вам она нужна и нужны игры для вашего Xbox, по приятным ценам, вы можете обратиться к не раз проверенным ребятам из X Games, которые выручали меня не раз. Поэтому, если нужны игры, то обращайтесь к ним. Ссылку оставлю в описании. Но, как вы понимаете, это уже немножко другая история. Я, как ярый любитель консоли Xbox, честно признаться, был поражен данным предложением, поскольку никаким словом, как халява, я его описать не могу. Каждый эксклюзив консоли Xbox я получал в дату релиза, вместе с этой подпиской, и к тому же получил множество игр, которые в свое время я пропустил, но в которые я был бы не против поиграть. Ну и самый, наверное, прикол в том, что при помощи этой подписки я реально сэкономил кучу денег и остался капец как доволен, ибо мне не приходилось покупать каждую игру по отдельности. Подпиской я радовался, на самом деле, очень долго, прям с даты ее релиза, продлевал его каждый год, да и продолжая продлевать, поскольку у меня есть в ней игры, которые я когда-нибудь хочу пройти, и те игры, в которые я играю до сих пор по типу там Форзе или Гири. Но в последнее время, пожалуй, начиная с года 2021 по сегодняшний день, у меня подписка Xbox Game Pass вызывает сомнения, а именно дальнейшее ее развитие. И я, как пользователь Xbox, начал замечать, что ей я радовался, начиная все меньше и меньше. Связано это, наверное, с тем, что если вначале мы офигевали о тех игр, которые туда попадали, ну по типу RDR 2, Black 4 Blood, GTA 5, какого-нибудь там Outeriders, еще какие-нибудь там игры, радовались проектам Microsoft. И вот эта вот радость была практически каждый месяц, и реально можно было сказать, типа, вау, неплохое пополнение, я там как раз хотел попробовать эту игру. Или типа, вау, мне не придется покупать эту игру, она добавится в подписку с первого дня, и я рад, что я владею данной подпиской. В целом, сейчас все равно продолжается такая вот тенденция, и за какие-то игры можно реально порадоваться. Ну и если посмотреть в общем, то подписка для уже опытных игроков, которые сидели с консолей Xbox One, начинает надоедать. Поскольку в нее начинает больше завозить либо крайне нишевые игры, в которые иногда даже и бесплатно особо не тянет играть, либо же инди, либо же старые крупные проекты. Но последние пытаются активно пиарить под предлогом, что это вот прям годнота. По типу, ребята, посмотрите, мы добавили Assassin's Creed Origins, как же это круто, хотя игра, напомню, 2017 года. Класс. Я понимаю, что кто-то действительно рад этому пополнению, но это, пожалуй, лишь только новые игроки, ибо все те, кто обладал консолей уже давно, и если вам эта игра была нужна, вы, вероятнее всего, уже ее купили или прошли, потому что на нее было куча скидок. И в целом, данное пополнение, ну, не должно вас радовать. Ну а если вы за этот срок, а именно за 5 лет, не приобретали эту игру и не поиграли, ну, значит, вам она особо была не нужна. В общем, подписка продолжает радовать больше, наверное, новых игроков, нежели старых, и это факт. На данный минус сервиса многие указывали в самом начале, но у подписки, не забываем, что самый главный козырь, это все-таки эксклюзивы Xbox в день релиза. И иногда, продлевая ее, ты начинаешь рассуждать так, мне нужна подписка, продлю ее там на год, поскольку, к примеру, за год я хочу поиграть в такие анонсированные игры, как Stalker 2, Starfield и Redfall, ну и так далее. Соответственно, в этом раскладе стратегия радует и новых игроков, и ты жаждешь, что получишь новые крутые и качественные проекты. Но, к сожалению, как вы можете догадаться, мы стали получать либо не ААА проекты, либо же переносы из года в год, что в целом, как бы, и то, и то не очень. Я прекрасно понимаю, если бы это был, там, один такой случай, там, ну ладно, два, ну ладно, три, но такая вот тенденция идет уже с года 2020, и кроме, как, наверное, Форзы, честно, ничего особо не вспоминается. Если же, опять же, взять Форзу пятую, то она похожа больше, наверное, на небольшой апгрейд четвертой части с новой картой, в которой все еще не могут починить нормальный заход в лобби. Такое вот качество, да. Понимаю, что всю эту тенденцию можно оправдать ковидом, каким-то временным промежутком, что игроки зажрались и перестали ценить «искусство», в кавычках, стою, или такие себе проекты. Но я хотел бы еще раз напомнить, что такая тенденция идет не первый год, и количество подписчиков сервиса все еще не раскрывается, что не дает, как бы, похвалиться показателями. Исходя из результатов прошлого года, по ожиданиям Microsoft оказывается ниже желаемых, что подтверждает, что подписываться на подписку не так охотно. Поскольку данный сервис по развитию и по продажам у майков стоит приоритетнее, даже чем, наверное, продажа консолей, понятное дело, что они будут пытаться ее развивать и дальше. И в целом эти шаги по развитию уже видны сейчас. Во-первых, данная подписка будет в каждом доме и на всех доступных устройствах, которые имеют экран, блютуз и интернет. Они это хотят реализовать и в целом уже реализуют благодаря обычному сервису xCloud. И теперь, чтобы покупать эту подписку, не обязательно иметь консоль. То есть эти майки стирают некую эксклюзивность предложений своего устройства и идут на расширение, чтобы барьера к приобретению подписки у желающих не было вообще. Ну а также майки настроены на то, чтобы в ближайшее время уменьшить стоимость подписки еще сильнее. И это они делают при помощи новой функции семейного доступа. Пока непонятно, где это будет доступно, каким образом. Но точно было сказано, что данная функция представляет возможность приобретать один раз подписку и делиться ею с пятью пользователями, а-ля с пятью членами семьи. Понятное дело, что количество семей возрастет и где-то порадуется Доминик Торетто, но майки сами это понимают, поэтому мне кажется будут некие ограничения. Поговорю, что даже ограничения по регионам. Это все конечно круто, но как по мне самой главной причиной неразвития подписки является некая стагнация обновления игр в ней, то есть стагнация в контенте. То есть да, новых игроков это привлекает, но старых не особо радует. И грубо говоря идет и приток пользователей, и в то же время наоборот отписка. Просто знаете, вспоминается, когда мы после Е3 стримили на тему того, хороша ли была презентация. Заядлый иксбоксер Роман, который живет в Америке, был с нами и он сказал, что люди начинают уже задуматься, а зачем им продлевать подписку дальше. А кто-то уже ее перестал продлевать, ибо не видит в этом смысла, ибо контент, ради которого ты хотел бы это сделать, либо очень мало, либо же его попросту нет. Одна из таких игр должна была, наверное, вероятнее стать Хейла, но исходя из того, какой она вышла, люди и бесплатно в нее тоже неохотно играют. Тут еще масло в огонь подливает на самом деле игровая индустрия в общем, поскольку мультиплатформа, которая могла бы разбавить этот застой, тоже особо не выходит. Последние реально годные триплея-проекции, которые можно порадоваться в подписке, если не ошибаюсь, были Стражи Галактики, но это было в начале этого года. Если вдруг, конечно, было что-то еще, то напишите об этом в комментариях. Также, на мой взгляд, подписке вредит ее самое главное преимущество. Да, для игроков это все еще самое лучшее рыночное предложение, но, как сказал Новый Алдовый, рыночек все порешает. И то, как действительно работает данная подписка, лучше не стоит ждать чего-то грандиозного, и отчасти Новый Алдовый оказался реально прав. С года 2019-го я, если честно, не помню какого-то стокошибательного проекта от майков, и если, к примеру, напрямую сравнивать игры от Sony, которая продает свои игры и игры от майков, которые эти игры раздает по подписке, многие с легкостью увидят, что у майков триплея-проектов не так много, и чаще всего либо эти игры ориентированы на онлайн, чтобы поиметь денежку с микротранзакцией, либо же они экономят на визуале, чтобы не было бессмысленно сделать дорогостоящий проект и раздавать его практически за так. Поэтому мы и наблюдаем часто выход таких проектов, как Medium, Essence, Corn и так далее. Понимаю, что такие проекты тоже должны быть, но в последнее время у майкрософ таких проектов больше, нежели триплея-проектов. Понимаю, что, опять же, поднимается тема графодрочества, вам вот только дорогие проекты подавайте и так далее, но от правды вы не убежите, и как бы что там не говорили люди в комментариях, все были бы рады увидеть аналог бога войны на Иксбоксе, какой-нибудь там качественный проект по комиксам, приключения от третьего лица с классным сюжетом, и я больше чем уверен, что такие игры бы покупали и ждали бы с нетерпением. Но, как я говорил в недавнем видосе, у компании сейчас совершенно разные стратегии, поэтому мы получаем то, что получаем. Кстати, о Sony. На мой взгляд, их стратегия, несмотря на отсутствие уникального предложения, а именно EXO в день релиза, немного обыгрывает положение дел. Если ознакомиться с ее новой подпиской, можно понять, что это некий аналог Xbox Game Pass. Там тоже куча игр, как и новых, так и старых, мультиплатформа может выходить в день релиза, и единственное, что там нет, это опять же EXO в день релиза. Казалось бы, фу, подписка фигня по сравнению с Xbox Game Pass. Но знаете, смотря на аудиторию плойки, и игроков в целом, за хорошие игры не впадло заплатить. Поэтому, приобретая плойку, игроки себе заменяют потребность в подписке от Xbox, и при этом получают мировые блокбастеры, в которые хотят поиграть многие. Да, вы можете сто раз хейтить нового бога войны, но его купят и поиграют. Вы можете бесконечно смеяться над щеками главной героини, но опять же, эту игру дофига кто купил и получил удовольствие. И такие игры явно не лишние у Sony. Преимущество данной стратегии заключается в том, что игроки Sony поддерживают компанию своими покупками на выход следующих таких проектов, и самое главное, дают им возможность поддерживать их качество, и не идти по стопам экономии, как это делает Microsoft. И, исходя из подписки майков, рынок не работает, как мы себе представляли. То есть, за счет подписки, в данный момент, нельзя сохранить ее маленькую стоимость, и в то же время делать одни крупные проекты, по типу Gears of War, Forza, Halo, которые бы привлекали новых подписчиков. Да, такие проекты, естественно, будут, да, они как бы уже анонсированы, но они будут намного реже, чем были до этого, что обеспечит не такой быстрый желаемый рост. Что возможно будет в будущем? При условии, если xCloud не будет популярен, и не будет в каждом доме, и его там не будут покупать, и при условии, если семейная подписка даст не такой скачок подписчиков, как планирует Microsoft, мне кажется, команда Xbox может пойти на три не очень приятных изменения. Первое, это увеличение цены. Второе, это лишение самого главного предложения, а именно эксклюзива, в день релиза. Третье, это лишение игроков способа конвертации. Если вы вдруг думаете, что Microsoft подписку делает для вас, пацанов, чтобы вы играли на халяву, то вы очень сильно ошибаетесь. Они любят деньги, и любая компания существует для получения прибыли. Если ее нет, или она там меньше, чем планировалась, компания будет всегда думать, как это исправить. Первый способ, а именно увеличение цены на подписку, мне кажется, понятно, почему он будет. Ибо затраты растут, игры становятся больше, тратятся деньги на студии, проекты и так далее. И подписка там 1 месяц, 1 бакс, мне кажется, это сложновато будет отбить. Понимаю, что в ближайшее время выйдет семейный доступ подписки, но опять же, не исключено, что в будущем подписка, к примеру, на семейный доступ там подорожает. Тем более, тот же семейный доступ позволит практически без хейта повысить цену. Типа, мы повышаем цену, но даем вам возможность покупать подписку впятером, что опять же не критично. Второй способ, а именно не добавление игры с дат релиза, позволит больше продавать своих игр, и поддержит данную стратегию, поскольку отдавая игру за подписку, они получат явно меньше, нежели бы они ее там с даты релиза продавали бы, и выклали бы в подписку потом. Мне почему-то кажется, что период 1-3 месяца, не выход игры в подписки, поможет им сделать нормальные продажи, и в то же время не потерять количество пользователей. И при этом же всем привлечь подписчиков, и то при условии, если эти игры будут выходить только на Xbox. Недавно, следя за новостями, я прочитал новость, где стриминговый сервис HBO, который также баловал своих подписчиков проектами в день релиза, там в ковидные времена, решил сменить свою стратегию, и теперь по фильму будет приниматься индивидуальное решение, выпускать их в день релиза в подписку или нет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что подписочная система, она хороша, но может долго не прожить в этом идеальном виде. Понимаю, что сервис Xbox Game Pass это немножко другое, но не добавление некоторых игр в день релиза, по крайней мере только одиночных, немного бы дало уверенности в выпуске хороших проектов, что реально как бы не хватает консолей Xbox, и в то же время держало бы подписчиков, ожидая эти игры. Если игры от Xbox Game Studio будут выходить везде, и консольных эксклюзивов Xbox не будет, то им проще будет как раз таки оставить игры в день релиза в подписке на Xbox. Поскольку продавать игры и получать с них дофига денег, они будут уже вне своих сервисов, а Xbox не потеряет смысл перед другими консолями. И у некоторых пользователей появится такая логика, зачем я буду покупать эту игру на плойке, если же я могу оформить подписку, и на Xbox я буду играть в нее по сути на халяву. Ну а те, у кого другие платформы, они будут вынуждены покупать эту игру, и соответственно опять же заносить майкам денюжку. Как по мне, данный способ, наверное, самый выигрышный для майков. Ну а третий шаг, именно убирание конвертации, мне кажется, это просто разумный шаг компании. И в любом случае это когда-то прикроется. И мне почему-то кажется, в ближайшее время, поскольку будет семейный доступ, и если будет и конвертация, и семейный доступ на 5 человек, подписка будет, ну, крайне чересчур дешевая, что невыгодно для Microsoft. Что касаемо отмены Xbox Game Pass вообще, то это вряд ли, поскольку все к ней привыкли, так или иначе она выполняет свою функцию, там, подача различного контента. Но исходя из нынешних ситуаций, мне кажется, что стратегия развития все-таки поменяется, ибо подключается конкуренция, развитие идет не так, как желала бы компания, и когда такое происходит, чаще всего компания включается в продвижение еще сильнее, или начинает что-то менять. Если же изменений никаких не будет, то Microsoft будет и дальше идти по методу, который сейчас, а именно пытаться задавить массой, нежели качеством. Для компании это плюс, ибо идет уменьшение сдержек, а денег они будут получать не меньше при условии продления, но как раз таки игрокам эта тенденциями понравится не сильно, по крайней мере, если она сейчас сводится на нет, мол, ничего страшного, подождем нормальных игр, то в дальнейшем это будет надоедать все сильнее. На самом деле, пока я делал этот видос, я офигел, насколько много факторов влияют на эту подписку. Казалось бы, Xbox Game Pass есть, он крутой, у него есть эксклюзивное предложение, но на него влияет и время, и снижение качества контента, и конкуренты, и так далее. Единственное, что я понял, что такой вот сервис крайне сложно развивать, и по большей части его развитие зависит именно от контента. И пока игры выходят не спеша, и AA проекты уже надоедают, подписочные сервисы нас будут радовать не так сильно. И, в общем, я очень надеюсь, что подписка станет еще лучше, а не уйдет по направлению кучи непонятных проектов, но зато дешево. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, как вы относитесь к подписке, как бы вы ее улучшили. Не забывайте ставить лайк, если видос понравился, подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok